Привет! Меня зовут София и вы смотрите рубрику «Просвет», где мы обсуждаем современную культуру и общаемся с художниками. Гостья сегодняшнего выпуска – молодой талантливый скульптор Нино Самадашвили. Мы поговорили о рождении скульптурного образа, о том, как справляться с творческим кризисом и замечать красоту вокруг. Приятного просмотра! В общем, сначала все начинается с рисунка. Это может быть какой-то осознанный... Я, по-моему, рассказывала это в начале, когда мы сидели в кафе, что это либо какое-то осознанное рисование, когда я понимаю, что мне нужно, и накидываю какие-то варианты, потом сижу долго, выбираю все из этого. Либо это какое-то совершенно неосознанное рисование, когда я даже не знаю, что меня вообще ждет, я просто как-то веду линию, позволяю этому случиться, просто полностью отпускаю ситуацию. Мне нравится. И затем я обычно перебираю все свои наброски в попытке понять, что будет лучше именно в скульптуре, потому что везде какие-то свои плюсы и минусы для каждого жанра. Вот. И потом, как правило, делаю небольшие пластилиновые эскизы, вот типа таких. Это был эскиз к моей дипломной работе однокрылого. Это уже заиканье. Вот. Их, как правило, бывает несколько, просто чтобы как-то накинуть варианты и понять, что лучше, что где больше нравится. Вот. Иногда делала, у меня была серия из 3D-ручки, таких небольших человечков. Бывают эскизы из глины, но гораздо реже, потому что глина такой, для маленьких работ, она недостаточно тонкая, как будто бы, то есть пластилина такой более, дает больше возможностей. Вот. Потом начинается формовка, самая ужасная. Ненавижу ее. Например, это если мы говорим о переводе в другой материал. Например, вот эта, это форма одной из вот этих вот душ из 3D-ручки, которые были сделаны. То есть работа делится на несколько частей, заливается силиконовым пласт... Силиконовым материалом. Вот. И делается такой гипсовый кожух. Вот. Чтобы все это было, как бы, такой цельной формой, в которую потом через литники заливаются разные материалы. В зависимости от того, какой нужен, как бы, в конечном итоге. Это либо литьевой пластик, либо воск для отливки последующей из бронзы. Вот, например, куда-то бронзу. Я отлила. Вот. Да. Так, что я еще рассказывала? Именно про бронзу. То есть бронзу, то есть сначала вот эту форму мы заливаем воск. Да. Про бронзу очень интересно. Вообще, да. Обычно это происходит уже в литейке. То есть я обычно прихожу, приношу форму, потому что я ленивая, и я не делаю восковки. Я признаюсь в этом. Но я не делаю иногда, но это очень плохо. Вот. В общем, восковки приносятся в литейное производство. И там уже литейщики, они как бы берут такие опоки. Вот. Они помещают туда восковую модель. Туда заливается гипсовая смесь. Там, ХТС, по-моему, она называется. Она как бы создает такую форму, затвердевает. Вот. Воск выплавляется, и туда заливается уже раскаленная бронза. Вообще, очень красивый процесс, но я никогда не присутствовала. Потому что я обычно просто приезжаю к фарматору, ему все отдаю. Такая, все, давайте. Я жду. И потом приезжаю, уже забираю. Например, вот эта необработанная бронза. Нет, это чуть-чуть обработанная бронза. Вот эта полностью необработанная бронза. То есть у нее здесь такие вот швы металлические, которые я потом счищаю этой железной щеткой, бурмашинкой, болгаркой и вообще всем, чем угодно. Вот. Это касательно материалов, наверное, все. Ну, вообще, на самом деле, я замечала, что каждый материал немного диктует какие-то свои условия в работе. То есть есть точка, в которой ты можешь, скажем, подчиниться какому-то материалу, и это будет интересно. То есть он тебя учит каким-то своим свойствам, например. Но в то же время, как бы, его можно победить всегда абсолютно, как, например, ты делал тот же Микеланджело. Ты, ну, не веришь, что это камень абсолютно, он живой. Но в какой-то момент, когда ты работаешь, можно вот оставить какую-то плотность мрамора или дерева. То есть списать это именно на цельность вот этого природного материала и оставить ее вот как есть. И ты понимаешь, что так, все, здесь деталей я не хочу видеть. Пусть будут эти прекрасные какие-то закорючки, все эти узоры и так далее. Вот. И в этом плане я очень люблю пробовать новые материалы. Во время карантина для меня стало открытием пеноплекс. Потому что, просто потому что магазины были закрыты, и я не успела купить пластилин. И у меня на даче был пеноплекс, и я начала его резать. То есть, по сути, это, ну, как бы, его можно резать резаком. Вот. Это как очень-очень мягкое дерево, прям максимально. Вот. И с помощью этих экспериментов я вышла на какую-то такую пластику вот этих вырезанных складок своих первых серафимов. Вот. Было очень интересно. Поэтому материалы, эксперименты — это очень круто. Я обожаю всю эту тему. Вот. Потому что она как-то очень расширяет какой-то кругозор, картинку, представление, воображение. В общем, это круто. Вообще, 3D... Я очень боялась этой темы, когда... Ну, когда это только как-то вот начинало появляться в нашей сфере. Ну, вернее, когда мы начали это замечать. Потому что, ну, ты не знаешь, что это такое. Звучит страшно, потому что тебя могут как будто бы... Как будто бы тебя могут заменить. Вот. Но потом я поняла, что на самом деле это очень интересный инструмент, вот, которым можно пользоваться, который может облегчить какие-то задачи, сэкономить время или, ну, подсказать тоже какие-то новые решения. Вот. Все началось с 3D-ручки. Это очень... Это было очень интересно, потому что это, по сути, рисунок в пространстве. И ты как бы... Или как вышивание, если хотите. Ну, это немного ломает мозг, но это очень классный процесс. Вот. А затем уже мы начали как-то вот дальше экспериментировать. Мой друг показал мне пару кнопок в программе The Brush. И я начала тоже как-то экспериментировать. Я сканировала свои слепленные работы. Потом их начинала зеркалить, как-то видоизменять, уже долепливать уже в самой программе. И мне кажется, это очень-очень классной темой. Но я бы никогда на нее не переходила полностью, потому что все-таки лично мне не хватает в ней вот этой вот химии тактильной. Потому что когда ты трогаешь материал, и вот ты именно как-то через руки пропускаешь какое-то вот это электричество, какой-то импульс, который потом... он считывается. Потому что когда... я не знаю, как это работает, как это объяснить, но вот ты смотришь на работу художника, и у тебя мурашки. Потому что ты чувствуешь вот всю эту какую-то магию. Ну, наверное, химия — это самое лучшее слово, которое я могу подобрать. Вот. И в этом плане цифровое искусство меня не так сильно волнует, но мне кажется, оно, вот, опять же, очень интересным инструментом. Как если бы Микеланджело дали болгарку, я бы хотела посмотреть, что бы получилось. Но у него, правда, была армия помощников вместо болгарки. Но, тем не менее, мне кажется, что это интересно. На самом деле, очень много... Я встречаю совершенно разных мнений о 3D, зачастую негативные от взрослого поколения. И я на самом деле могу с ними согласиться, но мне просто очень интересно посмотреть, чем это все может обернуться, какие это может подсказать новые решения. Вот. И мне бы не хотелось отказываться от каких-то новых экспериментов. Потому что в экспериментах всегда рождается что-то неожиданное, новое, что ты не ожидаешь увидеть. Поэтому вот 3D — это круто. Это академический вуз. В нем есть определенная дисциплина, которой необходимо придерживаться. Все совершенно логично, но я была каким-то очень необузданным подростком, и я не могла успокоиться. То есть мне нужно было сходить с ума в своих композициях. А все-таки композиции в академическом вузе — это тоже такая вещь, в которой должен присутствовать преподаватель, чтобы ты мог как-то просканировать всю эту систему, понять, что к чему, и научиться именно у преподавателя какому-то мышлению композиционному, в общем, чтобы впитать просто все, что он может тебе дать. Но мне как-то это все не заходило. Мне нужно было через тернии что-то делать самой. И преподаватели просто не понимали, что мне сказать. То есть они говорили мне, что пока рано, то есть ты не умеешь, не надо за это браться. Ты еще маленькая. Сначала научись, а потом экспериментируй, ищи свой стиль. Я отчасти с ними согласна, но на самом деле мне кажется, что чем раньше ты начинаешь экспериментировать вообще в любой сфере, тем быстрее ты можешь достигнуть какого-то результата и понять, что ты такое, что тебе нужно, что тебе нравится, что тебя волнует в целом, что ты хочешь сказать. И потом как-то, наверное, на четвертом курсе я вдруг через свои эксперименты я поняла, что говорят преподаватели в работе с натурой. Я вдруг увидела в человеке, в человеческом теле, именно не человека, а соотношение массообъемов, именно вот те самые сумасшедшие композиции, какую-то органику, абсолютную абстракцию. И я наконец-то поняла слова преподавателей, когда они говорили мне, что, не знаю, когда лепишь руку, забудь о том, что это рука. То есть перед тобой, представь, что перед тобой пришелец, и просто анализируй вот как бы игру этих объемов, как они переходят друг в друга, потому что такое шаблонное мышление, что там ладонь, пальчик, фаланга, ноготочек, оно все убивает, вот эту вот какую-то живость. И до меня это дошло только вот через эти мои эксперименты. Я вдруг, я не знаю, стояла, смотрела на ногу натурщика и поняла, что да это же какой-то вообще сумасшедший стебель какого-то экзотического кактуса, я не знаю, какое-то соцветие совершенно безумной формы и красоты. И я поняла, что я научилась абстрагироваться, и мне только тогда стало очень интересно работать с натурой. Это как бы так разделило, наверное, мое творчество на до и после. То есть мне нужно было перебеситься, меня там чуть ли не отчисляли два раза, потому что я не слушалась. Вот, и я бы сказала, что на самом деле Суриковский — это очень крутое место, потому что на шесть лет ты погружаешься очень сильно в такой какой-то безумный темп, потому что ты приходишь туда каждый день в 9.30, уходишь оттуда часов в 10, пока охранник не будет в рупор кричать, что давайте уже все закрывайте, это что такое? Институт закрыт, прошу на выход. И ты потом через полчаса только выходишь с виноватым видом, что ну и шоколадку ему приносишь на следующий день. Что извините, я залепился, было очень-очень хорошо. Вот, потому что такая как бы плотность событий, ты очень сильно погружаешься в это, и это, я не знаю, это делает жизнь очень насыщенной. И вот эта дисциплина, которая там тоже присутствует, она дает очень многое. Но тут есть такой момент, что некоторым она, скорее она душит, вот, но лично для меня она сработала скорее в лучшую сторону, потому что я научилась, я научилась как-то противостоять и злиться, потому что до этого я была очень сговорчивым человеком, меня было очень легко в чем-то убедить абсолютно. Вот мне два раза скажут, что солнце зеленое, и на третий раз я поверю. Ну да, оно зеленое. Какие вопросы? Вот, а тут как бы я стала делать свои работы, которые мне искренне нравились, и мне было действительно весело, как-то я испытывала такое счастье, когда их делала. И когда мне говорили, хватит, перестань, чем ты тут вообще занимаешься, иди лепи коленку, я поняла, что вот здесь, как бы, я не могу, я не хочу, я не пойду. Ну, как бы, я могу сделать это, если это необходимо, но мне будет очень грустно. Вот, и вот эти какие-то моменты, которые я узнала лично для себя, как о человеке, наверное, в институте, для меня стали очень дорогие и ценные, потому что это такой, ну, какой-то рост, что ли, за все это время. Вот. И, ну, очень ценный опыт. Вообще, я всегда в шутку смеюсь, что сурок — это древняя спарта, а ты в ней просто летящий младенец со скалы каждый день, каждое утро. Потому что там, ну, там такая атмосфера выживательная, то есть ты либо, либо ты работаешь на износ, и тебе это нравится, и ты искренне, как бы, счастлив от этого, либо тебе будет очень плохо, и ты выгорешь, и потом будешь просто все деньги отправлять на психотерапевту, психологу. Это такое было. Вот. Но я бы сказала, что лично для меня это было, ну, очень хорошей школой, как в профессиональном плане, так и в жизненном. Поэтому суриковские 9 из 10. 9 из 10, потому что нам уже перестали разрешать круглосуточно находиться в мастерских. Вот как-то так. Мне кажется, что вот этот консерватизм, ну, вот если как бы брать академическую школу как консерватизм, это очень хорошая база. То есть это, по сути, ты учишь алфавит, грамматику, чтобы потом писать стихи. Просто нужно не забыть, что ты, как бы, хочешь писать стихи, чтобы не закопаться в этих всех правилах и, ну, в каких-то условностях, потому что, как бы, вся суть художника немножко теряется, если ты начинаешь вот как-то математично только на этом и фокусироваться. То есть если рассматривать это как определенную грамматику, мне кажется, что это, ну, не то чтобы обязательно, но лично мне это придало очень большую уверенность и какую-то, не знаю, свободу, что ли, мысленную. Но мне кажется, что категорически не стоит на этом останавливаться. То есть проучился, обработал, все переосмыслил, пошел дальше. То есть как бы, как конечный этап я вообще не могу это воспринимать совершенно. То есть если говорить о мастерстве, это одно, когда ты восхищаешься каким-то художником за его мастерство, это круто, это очень здорово, но на самом деле лично я всегда ищу именно какую-то внутреннюю начинку, какую-то, какой-то, может быть, посыл, какую-то идею, которая меня зацепит и придаст какой-то, я не знаю, импульс, вдохновение. Вот, поэтому лично для меня останавливаться на этом было бы странно, хотя вот кому-то нравится, я не могу осуждать. Вот. Но в плане воспитания мне кажется, что, возможно, я так говорю, потому что это вот это вот древняя спарта, но если ты через сопротивление, ты понимаешь, что тебе действительно это нужно и что ты правда очень сильно хочешь экспериментировать, даже если тебя отчислят, даже если тебя поставят двойки, лишат всех стипендий, вообще всего на свете, то ты обязательно добьешься, даже несмотря вообще на какие-то преграды. И в этом плане это круто, потому что это такая проверка, насколько сильно тебе это надо. Вот. Не могу сказать, что она приятная, но в целом, как и всегда в жизни, то есть ты чего-то добиваешься через какое-то усилие, преграды, путь. Поэтому думаю, это хорошая проверка. Я очень люблю абстракцию именно за то, что это в первую очередь вот этот вот душевный, духовный, не знаю, эмоционально-чувствительный электрический удар. То есть ты не сделаешь абстракцию, если ты, ну, как это, если тебе нечего выразить. То есть ты можешь слепить человека просто так, потому что ты знаешь, как он выглядит, но абстракция это всегда какой-то взрыв, какой-то, не знаю, это какое-то состояние, которое ты транслируешь. Возможно, я ошибаюсь, я не знаю, но сейчас мне так кажется. Вот. Работа без идей, мне кажется, что искусство в целом не может существовать без этого. То есть это всегда какая-то минимальная, но должна быть идея и начинка, иначе просто оно не будет исполнять свою роль. То есть тебя ничего не зацепит, ты просто можешь, может, даже ты просто пройдешь мимо и не увидишь это совершенно. Вообще, на самом деле, очень быстро меняется мнение, я это заметила, потому что пару лет назад я бы, наверное, сейчас плевалась, очень сильно бы ругалась, я не знаю, мебель бы опрокидывала, потому что, когда ты после 11 лет академического искусства, после такой школы, прям, тренировки, когда ты каждый день как, не знаю, как олимпийский спортсмен на скакалке вот так прыгаешь, то потом очень тяжело перестроиться на какие-то более непредвзятые, что ли, ну, более расслабленные какие-то произведения, но сейчас на самом деле мне кажется, что такая немножечко, ну, не совсем высокомерность, но вот это вот предвзятое мнение ребят, которые много долго учились, которые плюются в сторону самоучек, мне кажется, что это не совсем, ну, этично, не знаю, не совсем человечно, что ли, потому что все-таки я пришла к мысли, что если ты в работе чувствуешь, что человек оставил вообще все, что у него было, вот он там остался, вот эти вот мурашки, вот это электричество, вот эта химия происходит, вообще не важно, что он делал, то есть весь его жизненный путь пришел к некому произведению, и если ты на него реагируешь, что все хорошо, искусство случилось, жизнь произошла, контакт есть, все отлично, да, есть оно очень такой живой процесс, и мне кажется, что здорово, когда есть мастерство и какая-то идейность, но это такая свободная сфера, в которой настолько нету правил, и настолько все живут так, как они хотят, что очень сложно как бы говорить что-то конкретное, вот лично для меня наверное вот главная вот эта искренность, когда ты чувствуешь, что человек не мог не сделать эту работу, что он сделал ее не потому, что он хочет ее продать, или потому, что ему было скучно, а потому, что вот он просто вывернулся наизнанку, и это вот результат всей его жизни, всех его дней, всех его состояний, эмоций, вот это для меня самое, наверное, главное, поэтому на самом деле я вижу это ну не то чтобы редко, но именно я как-то реагирую очень на маленькое количество художников на современном, по крайней мере, арт-рынке, потому что мне немножко ну просто именно по какому-то настроению меня пугают такие, я вот сейчас замечаю, какое-то психоделические, такое немножко нездоровое какое-то состояние, то есть это яркие кислотные цвета, это какие-то болезненные немножко образы, или может быть мне как-то везло все это замечать, ну то есть опять же все очень субъективно, вот, потому что мне нравится как-то как это сказать, я ценю, когда в искусстве ну не пропагандирует, нет, когда культивирует что-то светлое, потому что темное искусство меня немного пугает, потому что жизнь как бы полна своих таких тревожных моментов, и когда искусство тебя заряжает, и ты со слезами на глазах просто можешь застыть и насладиться, вот это для меня, наверное, ценнее всего, я ищу это искренне во всем, что смотрю вокруг, потому что все-таки, все-таки, мне кажется, ну это мое субъективное личное, ничего никого не доказывает, что если ты заряжаешь и можешь как-то помочь зрителю своей работой, это очень ценно, потому что у меня такое случалось с Врубелем, с Боттичелли, с Антокольским, когда тебе плохо, тебе грустно, ты, я не знаю, ты вообще не видишь смысла, зачем, ну проснешься ты, ну и что, но ты смотришь на эту работу, на эти детали, на этот цвет, на эту фактуру, на эти ритмы, на это состояние, и ты просто забываешь, что ты человек, ты забываешь вообще все вокруг, ты забываешь, что ты на планете Земля, что люди сходят с ума, что вся эта самотолха, которая происходит, ты просто видишь вот эту страсть художника, заключенную в каком-то объекте, и ты напитываешься ей, и происходит вот самая прекрасная цель искусства, поэтому на самом деле мне кажется, что именно искренность художника делает этот момент, хотя, не знаю, ну, по крайней мере, сейчас мне так думается, кажется, я вообще ушла от тела. в целом, это просто результат всего, что я когда-либо видела, что меня когда-либо волновало с детства, все на что я обращала внимание, но я бы выделила, наверное, древний Египет, скульптуру, это просто древних шумеров, с которых я схожу сама совершенно, с их безумных каких-то ритмов, у меня просто взрыв всего, античная Греция древняя, просто потрясающая, Рублев, Андрей, Врубель, я бы сказала, византийская мозаика тоже в какой-то момент очень, ну, и в целом, вообще, иконопись, я не знаю, они безумно скульптурные, они такие потрясающие, я никогда не забуду, как я пришла в русский музей в Питере и увидела диптих Андрея Рублева, огромные двухметровые полотна с этими силуэтами апостолов, по-моему, господи, мне так стыдно, но я не помню, они, они какие-то эфемерные, но ты понимаешь, что они нарисованы, это, ну, это в реальной жизни существует, это как-то совершенно, не знаю, оно и мягкое, оно и растворяется, но там и рубленные вот эти вот линии, штрешочки, которые вот прям собирают этот какой-то мягкий силуэт, просто, я не знаю, у меня действительно со слезами на глазах, с мурашками расстаю каждый раз, вот, то есть в целом, потом в какой-то момент мне попалась, наверное, в одиннадцатом классе книга Карла Блосфильда, это, по-моему, он фотограф, или он, я, если честно, не помню, он то ли биолог, то ли он художник, все-таки, не помню, в общем, он фотографировал макросъемки, цветы, совершенно разные, и они выглядели очень сюрреалистично, то есть это буквально какая-то кладезь сумасшедших форм, ритмов, объемов и так далее, и после этого, это тоже помогло мне очень сильно, вот, возвращаясь к теме работы с натурой, насмотревшись на все эти экзотические какие-то растения, ты смотришь на человека, ты не видишь человека, ты видишь, ну, объемы, и это потрясающе, потому что как-то совершенно по-новому у тебя как будто открывается какой-то третий глаз, я не знаю, если так можно сказать, вот, и в какой-то момент, напитавшись вот этого всего, как будто бы ты начинаешь больше видеть и вдохновлять начинает совершенно все, то есть у тебя словно в голове всегда хорошо поставленный фильм, каким-то очень талантливым режиссером, потому что вот какие-то ты подмечаешь, может быть, детали, ну, ритмы, фактуры, какие-то движения, что-то, как кто-то повернул голову, как у кого-то, там, не знаю, волосы за ухом собрались в такую прям какую-то как, я не знаю, как подул ветер, как кто-то положил руку, ну, то есть вся жизнь становится как какой-то бесконечный фильм, который очень интересно, приятно смотреть, потому что ты на все это реагируешь, ты считываешь это, и это какой-то бесконечный источник вдохновения вообще, в целом, то есть раньше были какие-то конкретные столпы, на которых держалось мое какое-то воображение, но теперь просто все вокруг, и природа, вот, после того, как ты начинаешь смотреть на все как такие абстрактные объемы, природа стала сводить меня с ума абсолютно совершенно, потому что форма камней, форма деревьев, форма цветов, форма, я не знаю, это лютое какое-то сумасшествие, разнообразие, изобилие жизни, которое очень сильно вдохновляет, и не знаю, вот правда, все вокруг, но когда у меня какой-то творческий кризис, я обычно иду в Пушкинский музей, вот туда, к грекам, я к ним, просто сижу и такая, да, все, я здесь, и к шумерам обязательно. Суриковский, опять же, научил вот это дисциплине, и иногда это действительно помогает, потому что ты понимаешь, что не то состояние, вообще нет какого-то ресурса и мыслей, но ты начинаешь с уборки пространства, в нем становится чисто, в голове становится чисто, начинаешь с какой-то просто механической работы, может быть, какой-то каркас или что-то, и ты постепенно включаешься, и все-таки можно переступить и перебороть вот это вот отсутствие какого-то желания и стремления, ну, потому что мы все живые люди, мы можем уставать, у нас может как-то, не знаю, нисходиться нейронная связь, и нужно ее иногда пинать и включать, вот, но бывает, что все-таки как бы, я обычно стараюсь это делать совершенно всегда, вот, потому что это мой проверенный способ, ну, как-то порадоваться жизни, хотелось бы это делать, поэтому, но бывают моменты, когда вот все, ну, ничего не работает, ничего не помогает, и нужно вот прям заставить себя отдохнуть, это для меня самые тяжелые моменты, потому что я просто не знаю, что делать, я не могу найти себе место, я обычно просто беру наушники и куда-нибудь иду, что-нибудь смотрю, потому что вот какие-то новые ассоциации всегда как-то вот бьют тебя током, и появляются какие-то, ты реагируешь опять-таки, появляются какие-то новые впечатления, на чем как бы все вот это все и держится. Про книги я хочу агрессивно пропагандировать Ефремова Ивана Анатольевича, его лезвие бритвы разделило мою жизнь на до и после, оно совершенно перевернуло мне восприятие, я еще, наверное, года два не могла никого другого читать, потому что он потрясающий, он с такой глубиной которую я очень давно нигде не встречала и он вообще изначально палеонтолог, ученый, писатель, публицист, он очень глубоко изучает именно искусство, разные совершенно культуры восточные и нашу и его Тайс афинская, где ты можешь наблюдать за Тайс, за македонским, еще там есть Лисип, мой любимый Лисип, там в книге прямо, ну ничего себе, это же потрясающе, очень крутой автор, крутой, наверное, слишком простое слово для него, он бог, для меня просто в русской литературе агрессивно советую, вообще, вот из авторов для меня совершенно святой Толкин с детства, потому что как-то так получилось, что ну мы в детстве, когда я была маленькая, мы жили за городом, это был такой сосновый лес с огромными высокими деревьями, и мама на ночь читала нам «Ластерина колец», и я была маленькой, и в моем воображении это оживало, и реальная жизнь для меня была, ну, типа, чем-то таким второстепенным, потому что на первом месте были вот эти какие-то эльфы, воины, потрясающие, вот, и весь этот дух какого-то такого вымышленного мира, и в целом Толкин утвердил в моем сознании мысль о том, что мечтать это нормально, это не смешно, это не глупо, и если взрослый уважаемый профессор изобретает вымышленные языки, на которых сам же может говорить и писать, и полностью делает супер детализированный мир, в котором потом будут жить миллионы, наверное, миллионы, если не миллиарды человек, то он, я не знаю, он был для меня таким идолом и остается до сих пор, вот, такого существования в своих мыслях, что, что как бы, что это нормально, это хорошо, вот, из мест, сложно сказать, наверное, наверное, я избродила весь центр Москвы, очень его люблю. я не знаю, каждый раз, когда я устаю, мы обычно летим в Грузию всей семьей, и вот эти вот родные горы, просто, я провела там каждое лето своего детства, и для меня это уже ассоциация каких-то, я не знаю, самой жизни, вот, потому что я замечала такой момент, что, когда ты смотришь на пейзаж, если он широкий, то тебе дышать становится шире, и ты как будто сам наполняешься всеми этими огромными, могучими горами, и они остаются у тебя в голове, и вообще в целом внутри, и это очень сильно заряжает. Я поняла, что необходимо находиться в каком-то плотном графике взаимодействия с окружающим миром, чтобы не закрываться вот в этой своей скорлупе, потому что всегда очень хочется закрыться, не знаю, в мастерской или в комнате, чтобы тебя никто не трогал, просто посидеть в своей голове, но я поняла, что когда я выдергиваю себя и отчаиваюсь на все эти социальные события, на разговоры с незнакомыми людьми, на какие-то новые знакомства с кураторами, с галеристами, с, ну, вот, какие-то выставочные проекты, ярмарки, что это дает безумный какой-то скачок морально, то есть ты понимаешь, что ты можешь, и ты чувствуешь вдохновение, какой-то приток сил, что ты можешь еще больше. Вообще, мне кажется, что очень важно воспитывать насмотренность в целом, я не знаю, с детства, потому что когда у тебя перед глазами огромное количество каких-то мировых шедевров и в целом вот, ну, насмотренность хорошего, высокого качества и вкуса, то ты начинаешь и обращать внимание на что-то подобное тоже вот вокруг себя, и это настраивает какой-то вот твой внутренний фильтр, на что ты будешь реагировать в дальнейшем, потому что я очень хорошо помню вот эти моменты, когда в детстве ты, ну, или в подростковом возрасте ты находишь какого-то художника, он кажется тебе великим, просто потрясающим, ну, совершенно, а потом через несколько лет просто вот активного такого поиска и просмотра всей истории искусства, всех авторов и так далее, ты разочаровываешься своих любимых художников, и это самое грустное, но в то же время как бы это интересно, потому что твой взгляд растет вместе с тобой в зависимости от того, в каком ты состоянии, что ты хочешь считывать, что ты намерен как бы увидеть, вот, кстати, из авторов я забыла упомянуть Генри Мура, потому что это просто, не знаю, это самый человечный скульптор, вообще, бог абстракции, вот, так возвращаясь, а почему разочаровываешься в какой-то момент просто они перестают тебя волновать, как-то, я не знаю, все становится слишком понятно, что ли, ну, чтобы, не хотела бы, чтобы это прозвучало как-то, ну, высокомерно, нет, просто они вдруг просто тебя начинают волновать какие-то другие вещи, но из неизменного дельфийский возничий мне, мне кажется, он никогда мне не надоест, потому что он, это просто, это потрясающе, и он такольский, Иисус, Иисусу он такольского, просто, так, я забыла вопросы, поток информации действительно, он огромный, он сумасшедший, но как правило, ты реагируешь на то, что вот ты готов считать, увидеть, и все это со временем как бы растет и меняется, и в этом как бы есть, наверное, все самое прекрасное, что ничто не будет повторяться, ты будешь вечно меняться, и твой вкус, и твой взгляд, и твои мысли, поэтому я всегда переживаю давать интервью, потому что через два года я буду думать совершенно по-другому. хорошо, договорились. Вообще, каждая работа, я иногда на моменты создания, я иногда сама даже не могу отдать себе отчет в том, что я туда положила, потому что я стараюсь полностью вылить туда вообще все совершенно, и потом еще догоняю, что я там вообще понаделала еще через какое-то время, то есть для меня это такой какой-то дневник, наверное, просто место, где я могу вот, ну, все оставить, не знаю, я не могу не делать эти работы, то есть это такая потребность. Есть такой момент, что когда художник уходит в какой-то такой отрыв медитативный наедине с работой, получается какая-то, не знаю, связь космическая, вот, и нащупывать эти ощущения, не знаю, чувствуешь себя каким-то тибетским монахом, только с глиной в руках, вот, очень сложно это объяснить в словах, но, не знаю, наверное, ради этих ощущений я и ныряю в эти темы, которые кажутся мне безумно какими-то глубокими и неисчерпаемыми, вот, а потом не могу их объяснить даже в двух словах, потому что контраст очень сильный. Мне кажется, искусство, в этом и вся прелесть, что мы не можем до конца, никогда, до конца описать то, что ты чувствуешь, или описать то, что ты падаешь. Да, ты просто в какой-то момент, мне кажется, начинаешь говорить на языке вот этих очень глубоко заложенных, мне кажется, даже чувств не совсем подходящее слово, ты просто какими-то образами мыслишь и работаешь, и ты их туда кладешь, и зритель их считывает, и ты это понимаешь, глядя в глаза, без слов, то есть ты смотришь, вот, на той ярмарке было огромное количество людей, и я по глазам могла понять, что вот человек прочитал, вот, они подходили, и я смотрела, что вот здесь вообще совершенно другая какая-то вселенная у человека там внутри, а некоторые прям, я до сих пор помню их лица, и у них в глазах я четко видела какой-то, у нас словно какой-то мост перекидывался, и мы такие, эй, привет, ты меня понял, я знаю, я это чувствую, вот, это буквально, это буквально какой-то процесс эмпатии, только, ну, физически, и это круто, это такая магия вообще, вот, мне нравится, моя работа самая лучшая, ну, в смысле, профессия, вот. Я, наверное, не возьмусь рассуждать о том, что такое любовь в целом, но, наверное, лично для меня это, наверное, только что сваренный каркас, прикрученный к дощечке, запененный, обрезанный по пене, горячий готовый пластилин, и понимание, что ближайшие пару часов я буду где-то не на этой планете, а просто вот вообще не здесь, где-то растворюсь в пространстве, в работе, наверное, вот это и есть такая для меня любовь, ну, по крайней мере, очень сильное, трепещущее чувство, ради которого вот можно даже и в три часа утра встать, ночи, или не ложиться скорее, вот, наверное, как-то так. круто. Шикарно, шикарно. Я буду на этом закончить. Кручь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok